Как-то я не понимаю, как оно показывает. Ты стоишь уже. Притык! Ну, как бы, читаем. Вот это, наверное, читаемо. Я даже текст пытался прочитать. Не, текст мы тебя не читали. Новый интернет читал? Да. А я не могу уже готовить, она же сама обрывает. Она та станет сейчас в записи доступна. А это новая URL поставь. То есть, она в URL будет? Нет, в URL это тоже. На live-трансляцию в URL сохраняется. Он потом типа меняется на запись. Он ее обработает, и я потом в URL поставлю запись. Монетизацию включил? Да. 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 Пять просмотров. Да нормально. Не, я на самом деле там хочу набить сейчас немножко подписчиков и лайков, чтобы можно было URL-кастум не поставить. Потому что он не дает вот эта вот ссылка дебильная. Дебильная. Дебильница Ютубов самими, поменять ее нельзя. Показывать у тебя канал типа не проопробуем. Первые это уже 23 просмотра. Так подожди, на платник будем перейти. Ну быстро все зашли. На платник перейти, чтобы уже что-то. С разных компонентов. Нет. Нет. Я наоборот говорю, что я включил заработок. Не бой. Знаешь, что самое интересное? Он говорит, что месяц назад добавилось. Два-три просмотра. Посмотрите, больше с проблемами. Похоже, мы залезли здесь. Ну это просто обеда недолго. Малую это уже два человека смотрят. А веки ты. Я же говорю вам, статистику медленно. Наверное, чуть-чуть можно дальше. Смотришь? Визуально чуть-чуть. Видишь, если ровно, оно не помещается. Сейчас. Задержки. А ты кто закрывал еще? Да нет, нет. Сейчас еще что-то. Да такие. О, вот так хорошо. Видишь, оно видно и не дарит. А мне нравится, как они так выглядят. Не, оно хорошо. Да, вот так хорошо. Ну прикольно так это смотрится. Так. Оперативка. Если ты меня это пришмешь сегодня ночью, я тебе что-то другое пришмем. Оперативка. Оперативка. Возвращение. Если, допустим, правой блоке, надо 6. Да. Возвращение. Может ты переполнушь? Да не заклапываешь, это рекорд. За два сектора. За два сектора. За два сектора. Постыдненько. На карту. За. Еще раз. Вопрос с начала. Надо. Деприт в колоке 6. Я-ля-ля. Вот. За два сектора. По четыре сектора. не сервера процессора процессора и не сервера процессора я об этом и переспечил вопрос два сокета по три ядра будут на что влияет именно сокет и нам и монолог это вот венома как раз и включается от этого то есть когда мы идем это сейчас в память будет просто а это в память просто сказать 6 ядер тогда они не симметрично разделят и у тебя будет большая часть ну а нож как попало разделить ну скорее 4 и 2 и соответственно если мы хотим контролировать виртуальную ному куда память как уходит то лучше делить типа сокете виртуальные ставить сколько у нас есть физических тогда у нас соответственно пополам делим две веномы сандат две веномы ноды и память поделит пополам да это лучше будет а если на одном сокете фигачит там виртуальный сокет он вину не поделит но это тупо потеря производительности никуда и не о чем вообще но при этом если ты поставишь два сокета а физических ядер у тебя больше чем виртуалку ты хочешь отдать то есть там на создаешь виртуалку на 6 ядер а у тебя 12 ядерные процессы стоят ты поставишь два сокета у тебя пополам разделят по любому по любому оно размаживается по физическим сокетам стараясь просто можно поставить два виртуальные сокета на односокетной физической системе тогда просто это две веномы сандат но смыслом они не по большому не управляют по умолчанию равномерно делят пополам если четное количество либо можно через аффинитирулы прописать как делят но аффинитирулы это опять же сразу все облегчения не мигрирует а еще такой вопрос на скобке виртуальных ядер для цифру можно сделать какой у тебя логический ядер есть еще раз нет ты можешь на один бисокет зафигачить столько в цепру сколько у тебя логических ядер есть на 1 а это ты уже уровень консолидации считаешь там у меня это где-то 1 к 30 я с этим не паюсь а это ты уже уровень консолидации не так чтобы больше а ты не сможешь так это только мерить идеально на инфраструктуре сколько чего у тебя живет это рекомендуемо не больше чем 1 к 8 но вообще там считается 1 к 4 на десктопной инфраструктуре 1 к 6 на серверной да десктопная консолидация меньше уровень чем у серверной соответственно да есть рекомендации но дальше ты можешь монетухать и просто смотреть у тебя может быть так что 1 к 6 у тебя вся инфраструктура зависит перегружена будет а может быть что 1 к 30 у тебя все нормально будет только экспериментально только экспериментально заранее это не посчитаешь вообще никакой да поэтому поэтому с переподпиской сейчас многие там инженеры и вообще вендоры рекомендуют с переподпиской сильно не играться переподписка это твое спасение на случай если у тебя что-то случается а по хорошему ты рассчитываешь ресурсы условно 1 к 1 1 к 2 то есть высокая нагруженная система 1 к 1 средняя загруженная 1 к 2 это совсем ничего 1 к 4 ну вот я же говорю то есть это только экспериментальным путем можно выяснить насколько реально он у тебя повлияет а в остальном при закупке лучше при узкой это как твой бонус ну что ну типа может повезет а может у меня VDI мы на VDI все сидим у меня VDI по памяти шаринг памяти включен полный но коэффициент по моему 1 к 1 и 2 хотя верталки все с одного образа или нет шаргалов а в VDI по памяти по CPU там хорошие а по памяти маленькие потому что приложения внутри у каждого свои кто-то в фотошопе сидит кто-то в браунере сидит кто-то офисом пользуется и вот 0,2 процента 20 процентов получается это то что операционка выгрузила в оперативку все остальное это пользовательские данные все они не совпадают мы не call-центр который там сидит тупо все в одном кружится рассчитывать что у меня было 1 к 4 1 к 6 память у меня просто тупилось все жестко у меня и так переподписка большая так память и вопросы к вам да 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 частота памяти канальность памяти уровень консолидации work commitment и contention что есть что давайте вспоминать с первого с физики у нас у памяти всегда есть объем памяти и частота указывается на ней потом уже идёт там контрольные суммы ECC не ECC чексум проверка и канальность да у оперативки есть ещё понятие канальность как мы сказали а ну я не знаю это ну у меня на сервере на каждой процент будет 6 км но у меня 12 суток на каждой процент на каждой процент по этой процент что будет если фигануть память то есть низшей частоты чем рекомендуемая ошибка будет работать на нижней а если высшую на ту которая позволяла по нижней на нижней на нижней если она будет с одного стандарта для 3 или 4 частота будет добиваться по низшей части ну правильно если память по правильному не пропустит значит будет работать а вот это вот как раз вопрос я как раз и хотел сказать а что ж что же происходит а что же у нас такое зачем нам эта частота нужна да у нас есть многие сервера особенно это касается самосбора и обвлекнутых серверов эта память фигачится та что есть в наличии либо то что купили на ебре либо то что купили на ебре либо то что есть на аулликсе буддистрика на складе либо на аулликсе и как бы DGA3 о прикольно все при этом планочки памяти есть с одной стороны а есть с двух сторон в два ряда и вопрос а что будет если смешать их нет вот а тут как то действует не ладно делаем кейс что смешать а оно включилось по самой ниши если вдруг включилось то в лучшем случае по самой ниши то что есть если включится если включится по самой ниши У меня были такие, которые не работают в сервак, не могу понять, что такое. Я смотрю, был вообще не тот тип памяти, как ему нравится в соу. Сильные, сильные. Силая Валуева, можно по трешку собирать не по порядку. А Валуев, между прочим, перетачивает. Спокойной ночи, Малышев. Ну, сразу. Да, то есть будет работать по меньшей частоте. А с остальным, что произойдет функционалом? С таймингами памяти, с канальностью памяти. Кипит будет. С таймингами, я скажу, не скажу. Нет. Можно сказать. Просто разные объемы будут на разных каналах. Опять же, по меньшему, наверное, будет. А тайминг, скорее всего, будет по высшему. Тайминг по большему, потому что чем выше тайминг, тем больше. Объем будет, то меньше. По худшему параметру, скажу. Да. Всегда будет работать по худшему параметру. То есть со всей оперативки, как только появляется что-то с ним, это получить в ментесте ошибки за счет таймингов, потому что может эти сами планки не успевать очищаться до определенных моментов. Вот. А вот это вот второй момент, как раз к чему я и хотел подходить, что если мы смешиваем в одном канале, тут вопрос будет канальности как раз. Если на разных каналах память стоит, то есть в пределах одного канала одинаковые планки, они будут успевать. Они друг с другом сойдутся нормально. Если мы на одном канале смешаем оперативку, соответственно, да, у нас может получиться так, что работать работает, а потом в некоторых случаях, когда в какие-то ячейки или слишком много памяти, или слишком частые обращения идут, сервак просто вылетает. Ну, в розовый экран это хорошо, он тогда хотя бы скажет, что это память была виновата. А в большинстве случаев он просто зависает. Да, то есть сразу в черный экран, и просто зависает, потом в чем есть, ну там уже от сервака самого зависит. Просто залипает. Поэтому, как только смотрим оперативку, берем такая, какая есть, либо меняем все, что там есть, на сокете. между сокетами память разная может стоять. Потому что контроллер находится только там, где, соответственно, сокеты. На самом деле ничего страшного не будет, именно критичного, но при перескоке с ядра на ядро, или с сокета на сокет виртуалочке, производительность может очень резко измениться. А как начать мамоноды? А что мамоноды? Я говорю, если... Сможна обработка получается параллельно. Ну, окей. Есть предложение. Параллельно. Я просто на одном контроле и память может работать быстрее, на другом. И все. Это просто, будет просто, соответственно, под тупой, неожиданный такой, потеря производительности резкая, а потом резкий возврат. Ну, эти глюки, кстати, встречаются довольно часто для тех, кто серваки реально апгрейдил. Я, честно говоря, противник апгрейда серверов. Серьезно. Я за то, что серваки можно купить более простые, дешевые, и через пять лет их поменять, а не брать серваки дорогие, не доставляя в них памяти или свет, или процесс, с расчетом, ой, я через пять лет просто куплю туда апгрейд, что ты его не найдешь. Добавление памяти. Еще раз. Памяти добавить просто в планки. Такие же. Это нормально. Но через пять лет, найти их. Обычно делают так. Покупают новую. Одна от новой. Ну, на один из сервака. Ставросы. Добавляют. Да. И тогда начинается у нас кластерный разброс. Когда в один кластер мы не можем все выки загнать. Почему? Ну, процевал. И все. И все. Нет процеда одинаковая память. А, ну и так. Говорить, что надо что-то потесать там. Почему? Спасибо. Попланируем. Равняем потом. Я противник апгрейда серверов, когда это идет в плане того, что мы сейчас покупаем охеренно дорогой сервер. Дорогую базу. Да. Дорогую базу с расчетом, что через пять лет мы ее проапгрейдим. Не проапгрейдим. Мы считали уже много кейсов, когда через пять лет сервер дешевле купить новый с более мощным процентом с более прочным процентом по той же цене, что от грейд старого будет. Причем с продлением поддержки и всем остальным. Думаю, брали только тысячи. Добавили чуть-чуть больше памяти точно. Память? Окей. Если мы в ближайшее время ее планируем, да, у нас много где-то. Дорогую. Допихать. Чем меньше планки. Не-не-не. Большими? Ну, в принципе, правильно. Более-меньшими, чтобы дать больше каналов, дать большую шину памяти. Но... Покажу вам главное. Если... В идеале, если смотреть, то да, все ячейки памяти надо забить. Это будет максимальная производительность. Меньшим объемом можно... Но это если ты берешь впритык к себе, под свои ресурсы. Да. Но если ты берешь и так с перекнутым, с запасом, то можно больше не объемом ранить? Нет. Вопрос стоит не в том, в какой объем. Вопрос стоит в том, что слоты занят. То есть, если все... Чем больше слотов занято, тем больше у нас канальность. Правильно. Потом малейший какой-то... Да. Тебе требуется замена... Замена, все правильно. А это бывает... Ну, так я же поэтому говорю. Вопрос апгрейдов, он такой, очень сложный, если мы рассчитываем на то, что через пять лет мы там проципы поменяем на более свежие. Ну, это хорошо. Пять лет это очень большой период. Ну, два-три года. Огренись. Посмотри в глаза человеку. Пять лет сервером. Это нормально? Нет. У меня тоже семь. Это же семь. Я их вывожу уже... А у них это продуктив. У меня даже... Я сочусь тебе говорю. Поэтому... Аж не все могут... Выпирать наши, не все. Ну, блин. Многие, у кого реально... Вот это реально самая большая проблема. Потому что через пять лет начинается аналитетную оперативку, а ее нету уже нигде. Или там процс хотим поменять. У нас был кейс, когда 26-е в вторые проццы меняют. На тоже в вторые. И мы говорим, ребята, понимаете, мы сейчас поменяем, да? На складе они есть, их снимут, потому что с удовольствием их бабят. Ну да. Но за цену проццов, которые там стоят по пятерке зелени сразу. Потому что он старый. Да. Потому что он старый, его как дойдет. Как антикмариат. Как антикмариат он стоит сейчас. 26,80, но на Алиэкспрессе купил. То на Алиэкспрессе. В трубке. В трубке. В трубке. В трубке. У меня сервак за штуку бакса с 8,26 во вторые проццами. Да. И 192 гига памяти в него и все в комплекте. Так что я тоже знаю как достать это все. Вопрос в том, что заказчику я такое не смогу продать. Ему надо гарантия официально, с вендора, со всего. А вендор когда говорит, блин, до этим проццам 10 лет, они уже не достают. Именно. А на гарантию пробовал ставить железо, которое end of sale стоит? Вам цена такая субпорта, что дешевле реально новые сервера купить. И поэтому я и говорю, что если берем с запасом, да дешевле. Мы уже сколько раз считали. А где он тоже скажет? Нет. А где он тоже скажет? Есть end of sale хорошие, не дорого. А где он, наверное, в бизнесе и тешевле, получился чем-то, как я не могу. Да. Для старого железа, которое 10 лет недавно стилит? 10 лет не знаю. Я говорю про старое железо, которое от end of sale это суппорт. Те, что железо сейчас еще на суппорте официальном, там цена суппорта дешево. Очень реально дешево. До 7 лет считается нормально. Но если это уже end of sale или суппорт, если какой-то HP J5 и J6 ставят на суппорт, вы офигеете о стоимости суппорта. Они не берут. Берут. И IDM берет свои сервера. Берут. И жизнь в Украине есть офигенная. Просто цена этого суппорта такая, что реально дешевле купить сервера. Уже восьмые предложения. У меня там бюджет какая-то. Готовиться к списанию. Когда планируем память? О чем думать? Первое дело это... О памяти. О памяти. Памяти много не бывает. Бюджет не бывает. Это неправильная позиция. Памяти много не бывает. И тут первым делом надо считать соотношение. Соотношение CPU и памяти. Потому что на свои же сервера можно посмотреть и сказать, насколько загружен CPU, а насколько память. И во что первое упираемся. И во что первое упираемся. Ну, в моем случае тоже память упираемся. Не, у меня дисковое пространство. Не, у меня дисковое еще пару терабайт свободно есть. Можно добавить сервера. Да, у меня еще пару терабайт свободно есть. А вот памяти у меня уже нету свободной памяти. Но тут вопрос. Какие процы берем, и сколько памяти. Если мы берем там слабые процы. Реально слабые. Какие-то двенадцатую серию. Самую простенькую. А многие с нее начинают с надеждой потом поменять. И фигачат в нее оперативки под 512 на проц. Смысла нету. Не загрузите. Проц должен был раньше. То же самое в обратную сторону. Зафигачили оперативки 256 и 2690 проц. Фига 0 и 4 туда в максимум. Четырехсокетную. Да, для красоты. Все. Память закончилась. Процы сидят там. Потолок плюют. Электроэнергией мотают. А это не память. Вторая часть это уровень консолидации по памяти. Да. Консолидация по памяти есть. Да. Она есть. Никуда она не девается. Но рассчитывать на нее сильно не стоит. То есть. Да. Мы понимаем, что всегда там на виртуализации памяти выдается меньше, чем на физике было. Ну то есть. На виртуализации выдается то, что сейчас текущая виртуалка запросила. Если мы резервы не ставим максимально. Соответственно да. Потребление будет меньше. Реальное. Плюс есть шаринг памяти, если он включен. Напомню, что шестерки он по умолчанию выключен. Соответственно памяти может связываться меньше, чем было на физике. Но. Для расчета все равно берем условно один к одному. Потом только играем. У памяти, как и у CPU, есть контеншн. Друг на друга виртуалки влияют. Доступы к памяти и загрузка канала тоже есть. Поэтому, то что мы только что говорили, чем больше планок памяти, тем, соответственно, производительность лучше. Это как с дисками. Чем больше рейды, тем... Это не четкий показатель, который 100% у тебя в два раза улучшится. То, что он лучше будет, если у тебя есть война за ресурсы, то это 100% лучше будет. Насколько? Ну, тут уже другой вопрос. Тут может оказаться так, что, как этот, на супермикровских материнках видел много раз. Слотов под память много, а каналов мало на самом деле. И получается, что в одном канале стоит по 3-4 планки памяти. Частота падает. Частота падает сразу, да. И сразу появляется очень большой контеншн друг на друга влияние. То есть, когда мы к одной ячейке памяти пытаемся достучаться, соседняя уже недоступна, она ждет в очереди. И да, мы просто теряем ресурсы в никуда. Поэтому не всегда... Мы про канальность говорим. То есть, когда в канале, честно, мы не говорим про вот эти вот дополнительные фишки, типа там фигануть на один канал больше памяти, чем надо. Плюс всегда в спецификации указано, сколько на одном канале памяти реально держит и с какой пропускной способностью на канале. Если мы фиганем туда оперативку с большей пропускной способностью или меньше, соответственно, больше ничего не даст толку. Смысла нету ее покупать. Это вот совместимые партномера, которые свежие идут. Свежее, чем старая оперативка. У них чаще всего пропускная способность выше, чем у старой была. Толку от нее, естественно, не будет. Она не сможет ее взять больше, чем материнка пропускает. А вот если меньше, то надо помнить, что в канале все упадет на низшую скорость сразу. С оверкоммитментами все просто. Да, оверкоммитмент по памяти есть на виртуализации. Да, он чувствителен иногда. Иногда. Оверкоммитмент это оверхеды наши, которые сама виртуализация съедает, проброс устройств, проброс какого-то там менеджмента дополнительного, функционал, все что угодно, все съедает память. В том числе, чем больше процессоров в сервере, тем больше памяти у нас уходит на обслуживающие процессы. То же самое касается сети. Чем больше виртуальных свечей, тем больше виртуальных сетевушек, тем больше, соответственно, памяти мы теряем. Прерывание? Ну, прерывание и все остальное. Сюда мы сейчас вернемся. Я немножко, кстати, сюда. Плюс надо помнить, что внутри виртуалки есть разные типы памяти. Ну, по состоянию. Память одна и та же, но просто по состоянию она делится. И в зависимости от того, в каком состоянии память находится, она может находиться не обязательно в оперативной памяти. Она может быть в SSD, в слопе, она может быть в обычном слопе, она может быть в оперативке, но заархивированной. А зачем она не использована ячейка? Ну, и тому подобное. У виртуалки всегда есть free-memory, allocated-memory. Free-memory – это ячейки, которые виртуалка запросила когда-то, сама же почистила и не юзала, но и не освободила. То есть, они за виртуалкой числятся, но не используются. Это будет кейс только тогда, когда на хосте физической памяти свободно не хватает. То есть, как только памяти не хватает, это первые кандидаты на то, что у виртуалки забрать. Соответственно, если памяти не хватает вообще, то ни у кого free-memory нет. Вторая часть – это allocated-memory. То, что уже приложением и операционки заассайнено. То есть, то, что реально сейчас юзается. Она опять у нас делится на две части. Активная и idle-memory. Idle-memory – то, что давно не юзается. Это первые кандидаты на своп и на архивацию. И активная память – это то, что реально сейчас юзается. То есть, то, что будет стараться оставлять максимально в этом месте. Поэтому, когда мы смотрим в реальные ресурсы, почему нам важно в mvary-tools опять же ставить? Потому что, если в mvary-tools мы поставим, мы увидим, сколько free-memory виртуалка запросила, но не юзает. Ячейки обнулила за собой. А сколько реально используется? В случае SQLM, когда он будет под себя... Тоже показывает. Так это какая будет память? Это будет free у него или нет? А он же нам показывает объем ячеек. Ему не важно там уже как. А это будет алкейка. То есть SQL алкейка, да. Exchange, смотря как настроен... Он тоже загребает сам? Нет, не соглашусь. Exchange как раз не все загребает. Exchange за собой обнулять умеет. SQL не обнуляет ничего. Exchange обнуляет за собой ячейки. Мы их видим. Это даже есть где-то большая подрядность, в правительственной сеансе, как Exchange будет. Он обнуляет за собой. Это только старое ячейки, если там седьмой какой-то, или что-то еще старее. Они не умеют ничего делать. Если мы берем нормальный новый Exchange, он обнуляет за собой ячейки. Он обнуляет, потому что эта тема была даже у Microsoft, они даже радовались, как на Hyper-V теперь он классно работает. О, в 13-м. Да. Раз радуют, за что мы что-то нашли. А SQL, да. Она будет в Relocated Memory сразу уходить. Проблема в чем? В том, что если Exchange за собой обнуляет ячейки, то SQL выгружает таблицу, он ее назад не обнуляет в памяти. Он ее держит вечно, даже если она никому не доступна. Пока память есть, он будет туда грузить сушитель. А если Linux-овая киши, отказовая система, он как их определяет? Ну, Linux. Свопы? Да. Нет, не Свопы. Когда идет обращение к дискам, если у Linux есть свободная оперативка, он туда поднимает часть данных, которые не использует. Ну, то есть... Это в URL-окете считается? Конечно. Это операционка. Это окей. Free Memory это только то, что операционка сама обнулила и поставила метку Free. Это определенная метка. Грубо я определил русский, она тоже показывает Free или нет? Он только заразилась машинка, да? Он говорит, у меня есть только Free. Нет, он говорит, у меня 4 деньга, из них занято... Если посмотришь именно включение виртуальной машины, саму загрузку, то при загрузке, особенно винды, у тебя в сфере сначала ползнул он максимум почти, вот сколько заюзал, а только когда тузы загрузились уже, потом так и урезал. Когда виртуалка уже значок Free поставила. Причем этот значок Free ставится именно средствами гостевой системы. И если мы хотим его... Если гостевая система приложения какое-то не обнулила, если какие-то разработчики корявые забыли за собой память почистить, это больше Java приложений там для любителей всегда есть память не чистить за собой. То только через вариант Valet Tools мы можем Balloon драйвер надуть. По факту что он делает? Он заставляет приложение уйти в файл подкачки, в своп локальный, память за собой забрагирует и эти ячейки сам поставит как Free. Ну то есть это все что он делает. Вместо операционки создали тег Free на ячейке. Единственный вариант. Нуно ноды. Напоминаем, что у нас есть возможность включить нуно. По факту на физике она практически нигде уже не изучается. Я уже не помню сколько лет назад ее последний раз можно было выключить в BIOS. Когда последние физические СМП были чистые. Да. Где-то с тех пор, да. Да я даже не помню. У меня на старых серверах даже нет в этой галочке уже. BIOS когда он взял, там уже ничего нет такого. Соответственно, когда у нас есть ВЦПУ больше, чем на одном процессоре ябер, когда размазывается начинаем. У нас, соответственно, отключается автоматически нума. Физическая. Виртуальная нума у нас работает, когда у нас больше 8 ВЦПУ по умолчанию. Ее можно руками кнуть. Не важно сколько ядер на физическом. Да. При этом не важно сколько она физическая. Ее нужно руками кнуть включить, а виртуальную нуму. Физическую нуму отключить так просто не получится. А вот как они, в принципе, поменять количество ядер, при которых она активирует? То есть либо включить, либо выключить. Не получится поменять. С нуму нодами. Когда у нас виртуалки правильно распределены, и ядер у нас нормально хватает под физическую нуму ноду, производительность улучшается. Когда мы начинаем играться с распределением ядер, когда мы включаем нечетное количество ядер, у нас в документации там где-то во всех виртуализациях, кроме КВМа я это видел, в КВМе почему-то об этом не сказано было, что когда мы переходим за 8 ВЦПУ, добавляйте ядра парно. Если у вас сокетов парное количество, то и ядер добавляйте парное количество. Почему? Потому что распределение иначе пойдет неравномерное. У вас одно ядро начнет прыгать туда-сюда, и процессы тоже начнут прыгать туда-сюда. Поэтому, соответственно, добавляйте парное количество. В идеале масштабирование ВЦПУшек идет после 8 ядер по количеству сокетов. То есть если 4-сокетная система, то вы держите по 4 лица. 4-сокетных у нас реально мало, у кого используется реально мало. Я понимаю, что у вас оно стоит, но в реальности в Украине 4-сокетные системы очень-очень мало. И четырехсокетных украинцев. Ну, тут уже не принципиально. В принципе, под виртуализацией 4-сокетных систем реально очень немного упрыгнули. Под физикой много еще осталось, но это пережитки прошлого, которые потихоньку мигрируются. потому что там производительности не хватало. Их реально по 4 их тягачили. То сейчас, как бы, в основном 2-сокетные системы используют. 4-сокетные я даже не помню. Года 2 назад после этого продавали. Ну, как бы, так. Соответственно, по распределению. Если у нас там 8-ми ВЦПУшная виртуалка на 2-сокетной системе висит, в квадкорах минимум, соответственно, NUMO распределит примерно 50 на 50. Обращу внимание. Примерно. Это не гарантированная часть. Если мы хотим гарантировать распределение памяти 50 на 50, это делается только через адвансные конфиги виртуалы, только через конфигурацию NUMONOT. Виртуальность NUMONOT. VINUMO. Physical NUMO мы не можем исправить. Если у нас окажется так, что процесс VINUMO мы не включаем, вообще не трогаем, процесс окажется так, что на 4-х ядрах одних памяти больше UZ, чем на других, то и распределение памяти между NUMONOT будет не 50 на 50. Если хватает одной NUMONOT, он туда и будет. Поэтому по производительности, ну, как бы, рассчитывайте, что приростом может и не быть, а может и быть хорошим. По доступности памяти рекомендация, если мы помещаемся виртуалкой в один сопер, то и памяти виртуалки выдавать столько, сколько на этом сопер есть. То есть, если у нас получается 512 гиг на систему 256 на камень, то, соответственно, там 12 ядерный камень, если виртуалка меньше 12 ядер, то и не больше 256 гиг оперативки ей давать. Либо тогда включать в адвансных конфигурах Virtual Turbo, делить пополам, и тогда памяти можно выдавать больше. Ну, надо учесть, что за вычетом расхода, взять, как память и так далее. Ну, это можно пренеблечь. Это, я к примеру, да. Математика понятна, что надо учитывать все накладные расходы и все остальное. И к тому, что выдавать просто так больше памяти, чем на одном сокете есть, мы сломим. Будет пониженная производительность, да. Особенно, если в долгу меньше 8 ядер мы выбираем виртуалку, если там 4, то как бы да, мы просто теряем производительность, сразу уходя на соседние люди. Обязательно помним... Странная анимация. О перераспределении памяти, что у нас есть гипервизор, у нас есть гостевая система, у нас есть приложение. Везде это свое управление ячейками памяти. Везде свои прерывания, везде все свое. И гостевая система и приложение могут совсем не понимать, что творится с памятью физической. То есть мониторинг памяти идет со стороны физики в основном. Со стороны гостевой системы, даже если гипервизор ушел в слоп, в любой, гостевая система об этом ничего и знать не будет. Для нее это всегда оперативная память. Поэтому, когда начинаются вопросы с траглшутингом памяти, первым делом всегда идем на физику. А потом смотрим уже, что там гостевая система реагирует. Какие вопросы по памяти? Экономию памяти мы сейчас не трогаем. Оптимизация у нас будет после того, как люфталки развлекаем. Все вот эти transparent page sharing, balloning, архивации и все остальное это будет отдельно. Вопрос такой, если, например, добавляем память, вот у нас не все ячейки заняты, я добавляю яркие два сокета, соответственно добавляю по две планки, правильно? Одновременно. Вопрос не в двух сокетах, вопрос в том, что если у нас стоит, где это? Если у нас два сокета, да, и там под шесть слотов памяти на каждой соме, то на каждом разъеме под памятью будет написано DIMM-A1, DIMM-A2 и так далее, A0, B0 и так далее. Это разные каналы. И, соответственно, если у нас стоит память в DIMM-A0, то в DIMM-A1 должна стоять. То есть вот так попарно ставится она. А то, что между процессами может быть разная часть, разное количество планок, ну да, может. Особо критично это не будет. То есть мы должны понимать, что в соседней NIMM-A0 у нас памяти просто меньше. То есть так можно, да? Конечно, вы делали и сюда сразу добавить, но если нет, если стоит вариант добавить всего две планки памяти, то лучше на один сокет их выбрать. Было десять планок, мне нужно засыпать, я восемь поставил, а где у меня лежит, я не знаю, как их воткнуть, вот допустим. Ну вот, я же говорю, смотри, тут вопрос стоит, как мы можем закрыться. Если у нас стояло всего, вот это было, восемь планок памяти, да, двухсокетную систему, и осталось у нас четыре слота пустых, а планки всего две, то лучше воткнуть их в один сокет, чем один так, один так. Да. Я просто решил не сказать. На самом деле просто... Нету ручек, нету конфетки. Не, ну, это как запасные. Да. А такой вопрос еще. Где-то в документации представлены, там, распространенные рекомендации, как правильно распределять сокет там, какую память, ну, грубо говоря, как правильно ощутить количество виртуальных ядер с памятью, как лучше компоновать под те или иные другие нагрузки. Это только вот экспериментально, в чем смотреть. Заранее никто не скажет. Одна и та же, ну, отдельное приложение, та же база данных при разных нагрузках будет по разному себя вести. То же самое касается и всех остальных систем, и эксченджей, и файлового сервера, в том числе. Как настроить приложение, так и будет себя вести. То есть заранее никто нам не скажет. Это так же, как у меня когда-то запрос приходил, там, посчитайте нам хайловое хранилище на 10 терабайт. Да, для пользователей. Окей. Два диска по 8 терабайт хватит? Хватит. Ой, а что оно что, дизер? А? Не, ну подожди, ну там же не было сказано, да? Я же револю заказчик. Решите, что вы хотите. Нам надо 10 терабайт данных хранить. Нам надо какой-то доступ... Нет, тогда не было, тогда восьмерки были. Вам надо какие-то доступы к нему организовать, что там хранится будет. Нам просто надо диск проработать, например. Ну, пошлите на розетку, купили два диска по 8, старте и работайте. Надо хранить. Ну, как ТЗ, такой результат. Поэтому, так и с приложением. Заранее никто не сможет сказать. Да. Я могу показать свою инфраструктуру, да? Которые мне там говорили. Ой, там и автомейшн стоит, и клауд, и VDI, и все. И все вместе это сжирают у меня полторы тысячи ворсов сейчас. Все. Это вся инфраструктура продуктивная. С почтой, с телефоней, с шлюзами. Все там. Полторы тысячи ворсов. Хотя, когда я показываю инфраструктуру, мне говорят, то она там тысяч двадцать ворсов, наверное, живет. Да не живет она столько. Вопрос, что нагрузок там, да? Чего я жираю диски? У меня в Linux все в оперативку выгружат. Сразу. В VDI только живет диски. И в backup. Все. Поэтому и нагрузки нет никакой. Все в оперативке работает. База данных у меня и в memory database'е стоят. Я не падаю все это. Зачем мне диски мучить? Тем более, у меня висант стоит на гигабитной сети, его мучать жалко вообще. На десятку. Я помню, у кого здесь карточки есть, надо забрать. Так и не дошел мне в руки. Ну сейчас сервак новый вот этот приедет под эти лады еще один. Туда надо десятки поставить. Уже надо плюс смотреть в сторону двадцати пяти. Не, не. Я у Flash туда и десятки хватит. PCIные карты. Мало кто задумается. Но PCIные карты у нас же группы памяти, доступы и ресурсы. И чем больше слотов, даже не занятых все равно, меньше ресурсов доступной виртуализации. Биоси отключай. Да. Биоси еще попробую отключить. Еще надо знать, что отключать в биосе. А то можно случайно там и fc-шки поотключать, и встроенные, и сетевушки, и вообще и PMI вырубить, чтобы потом доступа не будет. Так что не вы извините, у нас как техническое окно на три часа. Только наеду. Когда смотрим на память, всегда видим с любой системы, абсолютно неважно, на ноутбуке то же самое будет показывать, есть определенный диапазон ячеек, отведенный под так называемый PCI-холл. Дыра PCIная. Что это такое за память? Зачем она нужна? Кто знает? Для обработки. А что, у нас на сетевушке есть своя память. На карточках fc-шных есть своя устроенная память. У них там вообще на карточках fc-шных свой биос, свой брод, все свое. Зачем нам PCI-холл дают? Для передачи данных от процессора на нашу двайс. Куда? На наш двайс. А что мешает нам по PCI-решению отдать? Этот PCI-холл не всегда юзается. Он юзается только при случае, когда у нас есть ультра-DMA и DMA на материнке. А что это такое за чудо-то? Кто помнит? Там диска, который должен быть? Нет, нет, диска которого нет. Только PCI относится. Нет, там был какой-то режим. DMA, ультра-DMA, только контроллеры. В PCI-решении. В CAD-контроллере. Ну, в CAD-контроллере, потому что он натыкал с PCI. Именно поэтому он-то не был. Что ж это за чудо-то такое? Причем, если посмотреть все последние беды безопасности, они всегда связаны именно с PCI-решением Олл. Нет? Нет. Ну, что так? Я может выступ в памяти? В вход CPU запись прямо в память? Да Для ускорения и избавления налички У нас оффлоудинг есть Помним, что у нас на всех основных устройствах уже давно используется оффлоудинг Чем больше функционала есть на физике, тем нам лучше Как он работает? Обработка идет, где он там? На модуле I.O. Он сам принимает данные, сам обрабатывает и результат складывает напрягую в оперативку Зачем? Да чтоб процесс виртуальной машины с оперативки результат считал А не загружал центральный процессор и очередной обработкой Поэтому чем больше у нас на физике доступна функционала Тем меньше загружается CPU и память То есть обработка идет сразу на нужном модуле специализированном И сразу идет результат Это касается всяких стародживых устройств Особенно FC, особенно сетевую С сегментацией С TCP upload чек-сумом Соответственно это все идет через DMA DMA, Ultra DMA это просто разница в подключениях немножко На самом деле это и то и то директорная реакция Все немножко по разному реализован DMA чистой Уже лет 15 так точно нет Да Последний раз я ее видел еще Когда были Пиньковые процы чистые Еще до Core 2 Вот тогда DMA была Еще на старых селерончиков После этого была Ultra DMA И все, и больше ничего нету И на всех материнках современных Ультра DMA Соответственно PCI-Hall это Дыра памяти Я не знаю откуда я копипастил это Что там в memory так написано Эта картинка была Аломат тоже И трусики Инструкции 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 Трусики Соответственно Да У нас есть Direct memory access И в памяти выделяется определенный Диапазон ячеек под Direct memory access Чтобы устройства PCI-ной шины Могли туда напрямую записать что-то PCI, PCI-Express Вся безопасность Которые Последние нарушения Границы тут Это как раз Перегрузка буфера Как раз Выход за пределы Вот этого PCI-Hall Ну и соответственно Операционка И все начинают считать Что это ее память Ну и работа с ячейками памяти Как будто сигарничными Только PCI-Hall заблокирован Чем больше PCI устройств Чем больше PCI слотов Тем соответственно Больший диапазон ячеек Под это выделяется Это К вопросу Почему там Мы ставим 8 гиг памяти Да А он показывает там 7,95 Или что-то такое Числа эти можно посмотреть Они незначительные На современных серверах Они там в мегабайтах считаются Поэтому как бы На них можно забить Но Таблица есть четкая При каком количестве устройств Сколько памяти уходит под Соответственно PCI-фон На этой картинке Где-то оно там будет расписано Разные ячейки Все остальное В каких диапазонах оно уходит Примерно 750 мегабайт На слот На слот На слот Нет Не на слот На контроллер На PCI-фон PCI-контроллер у нас По-моему до 6 PCI слотов Ну там опять же Смотря какой Там не четкое число На PCI-фон Примерно 750 мегабайт То есть оно От контроллера к контроллеру Лагает Но спецификация По стандарту есть Можно посмотреть Сколько реально контроллера Это штука стандартизирована Поэтому найти не тяжело информацию Но надо помнить Что Да у нас Чем больше памяти выдвинута Тем больше буфер Это к вопросу Дальше У нас Что у нас будет Там На мониторинге Почему у нас идут Дропы на сетевушке Так или так Почему дропы на Очереди запросов К дисковому контроллеру Тоже появляются Не появляются И как долго Оно будет сидеть И ждать Говорить Что у нас все в порядке А на самом деле Уже не все не в порядке Пока буфер не закончился Все пакеты Мы кидаем Тупо в буфер Даже если у нас Сеть уже не справляется Мы еще можем Там секунд десять Сидеть В буфер кигачить Потому что у нас Буфер не переполнится И только потом Пойдут дропы Это к вопросам реакции Как быстро мы среагируем На сторидж в том числе Если кто видел В 6.7 и в 6.5 У нас Появился функционал Отказоустойчивости В сфере По сториджу All pass down И permanent device loss Да? Не видел Хорошая штучка То у нас есть хороший фокус Я его кстати Уже показывал На одной ладре Что если у меня Есть там три сервера К ним подключен Сторидж внешний Там вопрос Внешнем Сториджу всегда Внутренним Квесна Но он вообще не оплатится Внешний Сторидж есть Я включаю Эчей Соответственно С мониторилкой Сториджа Я могу подойти Выдернуть Сторидж И переползая С сервером И виртуалка Не выключаясь Если у нее Объем памяти позволяет А фризы есть? Да Фризы есть Если Только если Очередь запроса К сториджу Переполнится Фриз будет Но виртуалка Если Сторидж не переполняет Очередь запросов На горячем Переедет На соседний сервер И продолжит работать Без перезагрузок Даже если Сторидж Физически Пошел И это Как раз Делается За счет Буфера За счет Команды Виртуалка Переезжает На другой мост Где Сторидж Остался Они полностью Вимошеном Вимошен Это Простой процесс Вимошена Но там есть Ограничение С памятью Успеет ли он Переехать Тут вопрос Убирается Опять Если Сторидж Не сильно Загружен Если мы В буфер Успеваем Скинуть Записи Скидываем В буфер А чтение Просто Фризится На момент Пока мы Не можем Ничего читать Писать Мы Соответственно Заприжены Переезжает Процесс Как только Процесс Переехал Соответственно Начинается Тупняк Виртуалки Он Начнется Именно Тупняк За счет Чего? За счет Того Что Сторидж Вемоушен Не требует Сториджа По Сети Дам памяти У нас По Сети Сливается А Шерек Сторидж Нам нужен Для того Чтобы файлы перекинуть А файлы Переключить Дам памяти Да Дам памяти У нас Занимает время На переливку Но при этом Мы сидим И тупо Тупим Но хотя бы Виртуалка Не падает Это плюс Не то что не надо Загружать База свалится С базой Там надо будет Отключать VSS Он делает Периодический Сникшот Сникшот Сразу Увидя буфер Сразу Скажет Нет доступа Ему надо Весь диапазон Одним куском База не покрешится Он просто Писать Читать не будет Пока не переедет Процесс полностью Пока доступ Сториджа не устанавливается Он работать не будет Только In-memory Database Но Тогда память будет Более Даймашка У нас Выключается Только с биоса Со стороны виртуализации Мы это не контролируем Это единственное Что мы можем только увидеть Как много памяти Под PCI-Fall У нас оперный Все Плюс У нас есть Дополнительные Функционалы Типа DirectPass IO И SR IO Это к PCI-ным устройствам Относится Если мы хотим Пробросить Устройство Минуя уровень Виртуализации Не обрабатывать Запросы на уровне Виртуализации А пробросить Физику на прямую Виртуальную машину Мы это можем тоже сделать DirectPass IO работает Соответственно Для PCI- устройств SR IOV Для PCI-Express В процессоре Физического сервера Обязательно Должна быть Поддержка AMD VIR Или Intel VT DX Для SR IOV Или VT Для DirectPass IO Плюс Сама карточка Должна это поддерживать Еще Не любая карта туда пробрасывается Честно говоря С DirectPass IO У меня кейсов не было Я не нашел Большего применения По одной простой причине Что PCI-ных устройств В сервере Реально давно нет PCI-Express Не используется Вы закинули Мама Реально PCI-Express Не используется В основном SRV Используется Соответственно Для Сетевых устройств PCI-Express Это К сетевке Относится DirectPass И практически К любым PCI-ным устройствам Относится А что Что может Пробрасываться В сетевых Сетевых Через SRV Зачем Это же На видеокарте FirePro Тоже через SRV Пробрасывается Тут Вопрос Есть Virtualization Фича называется Network Graphic Virtualization Фича Они так и подписаны Это Возможность Сделать Offload Вот это Разделение Физики На какую-то логику На самой Физической карте То есть Это Гридовские карты Поддерживают Через ВГПУ То есть Отдавая Offload На карточку Она сама будет решать Как разрезать Себя на кусочки Какие поддерживаются То же самое касается Сетевых карт В основном Это к CISC Относится Будем честны CISC этим больше всего Занимается в своих UCS Интеллайвовые карточки И Цисковые карточки Хотя Что это Один и тот же Интелл Все равно Лейбл Разный Возможность Выгрузить Функциональную Сетевую На уровень Физической карты То есть Физическую карту Одну Представить Как несколько Логик Не через Виртуальный Свитч И обработку Виртуалки Проводить А саму карточку Очень часто Это Используется СРАВ Для VXLAN Потому что Это единственный Вариант У Циски На UCS Без NSX Как зафигачить VXLAN До виртуала Негде больше их прописать Единственный вариант Вот тут На логике На Network Feature Virtualization И прописывать VXLAN Виртуализировать Аппаратными Средствами И говорить Что теперь Этот адаптер Находится В таком Варианта Другого там нет Есть Пару кейсов Под СРАВ В основном Это связано С 120 гиговыми карточками Опять же Цисковыми Которые Можно разделить На много логик И соответственно Имея два порта На входе Разделить ее Для ВСФЕРы На 10 портов На 10 разных свечей Апринками повесить Каждая Вот эта логика Для ВСФЕРы Соответственно Может быть отдельным Апринком к свечу Это то что На UCS В интерфейсах всегда И было Вход вроде как 2 А дальше Мы режем На виртуальные интерфейсы Как хотим Это оно и есть Что еще по PCI Что еще по PCI Даже если там нету Никакого графического интерфейса Чаще всего Это через драйвера Идет со стороны операционных Я уже давно не видел Число В СФЕРы На входе В сервак На входе В СФЕРы 25 ESXV25 Правда Драйвера А там А там 10 А там 10 Ну как максимум 10 Максимум не 10 Ну да Официально 10 Да Официально 10 Официально 10 Да Ну у нас есть кейсы Там есть возможность Подольше поставить Но не нужно Не саппорт Эксперимент Да Но можно 10 интерфейсов Агрегировать в виртуалке 10 сетевушек По 10 гигабит Агрегировать в виртуалке В 1 соточку Ну Это уже варианты Агрегации внутренней Почему Да Почему Не важно А все само будет В прошлой агрегации Почел Было Да По маку По архимументам И Что оттуда Будет идти Чтоб Утилизировать Ну вопрос Надо ли 25 гигабитов внутри виртуалки Вообще Пока что Как показывают наши все кейсы И десятка в виртуалке Внутри виртуалки Не особо то и нужно На интерфейсах внешних Еще окей Там когда 20 виртуалок Шпарят А в одной виртуалке 10 гигабитов Особо ты не используешь Тут больше А если Есть какие то внутренние Классера Все равно 25 гигабитов Это слишком большой Попор А я хотел Хочу быть Хочи 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 Не Слушай Ну Я тебе за За небольшую плату Все 25 гигабит Виртуалку прокину Один интерфейс Совсем Недорого За Кальцунки За Полцены карточки Я тебе Прокину За полцены карточки Я тебе прокину Внутри Дима Возвращаюсь В джилету Шины Блайдовы Треконект Бей Сейчас Это дальше Реки Против Блайдов У нас Следующая часть Сейчас еще Диски И потом Реки Против Как раз Шины Общие И все остальное Мы сейчас об этом поговорим По дискам С дисками Все просто HDD SSD Я Честно говоря По стоимости Честно Я не буду Чего третьего варианта нет А? Чего третьего варианта нет NVMe Нет Гибриды? Гибриды? Гибриды вообще У меня гибриды были в ноутбуках Это очень печальная штука А в PC Express это NVMe Есть А гибриды это реально странная штука Печальная Которая производительность вообще никак не контролируемая И непонятно никак для расчета У меня на ноутбуках стояли в момент Думаю вот эти все объекты 750 кг и терабайты С 8 и 32 гигами кеша В гигабайтах кеш Но при этом у меня система тупила как не знаю что У меня на жестком диске обычном Работала лучше чем В гибридах Да Потому что она сама не понимала как она работает Варианты есть Да есть NVMe диски PCI Express Но по факту это просто тот же SSD Только контроллер на прямую блок И HDD шки Шпинделя Для себя я понял что Стоимость SSD не такая уж и большая Если будем честны Если считать правильно Уже непонятно Да Если мы считаем с учетом дедупликации Конвесии сразу Которая на SSD работает мгновенно То есть с точки зрения виза Нет Это даже с точки зрения обычных Стараджей Берем какой то дешевый МСА На ней уже есть дедупликация и компрессия на SSD диске В базе Это уже МСА Это Даже не mid-range нормальный Это базовая какая то вещь Соответственно да За счет вот этих механизмов компрессии и дедупликации SSD шки по цене за гигабайт Там понятно чуть чуть дороже Но производитель дороже получается Но производительность в разы лучше Сразу А по стоимости за гигабайт там реально не особо и чувствительно получается То есть я у себя даже на своем домашнем сервачке На вот этом тестовом стенде Тупо всунул SSD шки Потому что когда на шпинделях оно занимало У меня порядка там 6 ТБ То с компрессией и дедупликацией на SSD у меня сейчас 20 с чем-то ТБ А по производительности естественно SSD шки у меня сейчас с компрессией и дедупликацией выигрывают очень и очень Оликс Оликс Нет Аликспресс 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 Ему лучше бы сказал Аликспресс А че Пошел в Аликспресс Кто стоял в стойке то и забрал Нравится Так они просто еще не знают что их забрали Не, на самом деле у меня интеловые SSD шки честные Я их просто у интела на демо стенд пошел и забрал У меня есть прерогатива небольшая Можно прийти у вендора и сказать хочу на демо стенд и я их заберу просто листом Но все равно по стоимостям У меня один сервак на гудрамовских SSD шках Ну по факту это тот же intel только в корпусе гудрама Причем совпадает даже внутренняя часть полностью Прошибки только разные И получилось все равно дешевле чем на шпизелях плюс SSD кеш Кеш SSD шки в любом случае сейчас нужен Что на физические SSD шки что на весам В пересчете на гигабайт за стоимость Получилось что SSD у меня сейчас По-моему на гигабайте получилось что около 15-20 центов разница Считать надо реально все сразу не просто А считать и опции Соответственно пропускную способность Объем и компрессию и дубликацию Сколько ты попадешь В компрессию и дубликацию очень сильно сейчас По-своему Это до того как начинается криптование На SSD шках криптование вообще прекрасно Не так правильно Но тогда уже дубликация и компрессия не работают Работают Ну пределы Компрессия и дубликация работают на уровне полки Да Если на обратном уровне полки То она уже не компрессия не дублицирует Потому что да Если криптованная машина То там уже отключается криптование А если со стороны виртуализации не находит Одинаковые или дубликации Не он находит только их меньше А если со стороны сферы мы делаем То соответственно наши блоки дубликация и компрессия Слава вообще прекрасно работает Ну для себя я говорю Я на SSD шки перехожу То есть все серверы какие у меня сейчас новые Они чисто AllFlash идут старые Потихоньку вот У меня на SSD шки не используем Опять же вопрос конкретной модели Я выбирал GoodRama себе Вскрывая диск Просто взяв на сервисе Посмотрев что внутри стоит Сравнил Intel 32 Супер Прошивку Intel заливаем Он определяется Intel То есть вопрос что внутри стоит Какой контроллер Производитель вообще не важно Нет Открываем EOS Диски там один чип стоит Открываем обычные консюмерские Там стоит LX какие Или именно L Ну я же говорю Тут надо смотреть конкретный диск Вскрывайте что внутри стоит Какой контроллер Что он даёт Потому что энтерпрайзные диски От консюмерских В большинстве своём Отличаются тупо прошивкой Прошивка или Ячейками Дополнительными Дополнительными Запасными Да Дайте попробую Настройте Нет Так это можно в интернете Даже просто любое С разборки В google вбиваешь Просто увидеть на маркеровку чипа Всё И смотришь Интерпрайзе Если такая же есть Всё это чип интерпрайзный Сразу То что у неё чуть-чуть меньше Выносливости по запасным ячейкам Ну так включите смарт на нём и всё Стоимость консюмерского Сколько там Пять Пятёрочку где-то Сейчас баксов стоит SSD Восьмисотка 1.92 на входе 3.300 3.84 на входе 5.300 Ну вот Считаю А SSD Консюмерская Такая же На 1.2 Будет Стоит 600-700 Соответственно За стоимость 2 SSD Можно купить И они выживут У меня пока Тьфу-тьфу-тьфу За два с половиной года Ещё только одна SSD Вылетела И то у меня подозрение На заводской брак было Потому что она изначально У меня смарт Мигала постоянно То good То не good И непонятно что Я её просто поменял Не дожидаясь даже Хорошо Она будет Всё Прошивку Прошивку Нет Я не про это Я говорю про то Что Если вы уже хотите Такие консюмерские ставить А так Стоимость SSD 1.2 Озвученная Да Это Не особо дорого В пересчёте С дедупликацией Компрессия Это В терабайтах Объём 1.2 Тера SSD 10K 285 Но при этом Терабайт В терабайт По всему Чтоб Терабайт Терабайт Ну Ок Тебе надо 2 Терабайта Даже не 2 Терабайта В большинстве Кейсов Текущих SSD Выигрывают По цене Реально Выигрывают SSD Тоже можно брать Метербайтные Там 400 Несколько По цене Они вообще По цене У маркетинга Рендерского И всё Мы Сколько их Тестили Ни разу Есть SSD Отдельная Категория Если Киши Отдельные Вопросы Контроллер А в пределах Контроллера Одного Когда говорят Это Реально Ни одного Отличают Ни по скорости Ни по Выживаемости Ни по Чинной Все уже Давно Все Что хотят Заявляют Все уже давно Сказали Раньше Было Да Мы там Киши И все остальное Зафигачивали Нету смысла Все равно Вы берете Все Гибриды Нету Такого Есть Кеш Есть Не Кеш Все И то Кто Рединтенсивов Кеш Поставил Чья Чья-то была Вот Когда Висановский Кеш Зафигачивали Рединтенсив Диски С вопросом Типа Они же будут Как Рид Сделать С него Что-то Записать Надо Какой Рединтенсив Диски На дисках Основная часть Это Очереди Запросов Из В том числе Выплывающих То есть Какое Реальное Пропускное Способность И какое Реальное Количество Запросов Дисками Или Штука Контролируемая Со стороны ВСФР В том числе Со стороны КВМ В том числе Это Управление Контроллера На контроллере И на самих Дисках На дисках Соответственно Очередь запросов Зафиксирована Больше чем Вендор Пропускают Вы никак не получите Меньше Можно Надо помнить Что очередь запросов Есть На Гипервизоре На Карточке На Свечах На Контроллере На Диске На Контроллере Диска И на самом Диске То есть Очереди запросов У нас очень Очень много И Будьте Добры Сверять Их Количество У нас есть Один Хороший Телефон Оператор Любимый Наш Родной Который Офигел Когда Вы Знаете Что У Глубина Запросов Всего Шестнадцать Запросов Когда У Нормальных Стараджей Минимум 32 Или 64 И Они Такие А Вот Что Натупит У нас А Потому Сфера По умолчанию 32 Запросов Фигачат А У Стореджа Всего 16 Принимается И половина Запросов Падает Таймаут Вылетает Нафиг И повторяется Запросы Конечно Доходят Но Это Таймаут Очень Большая Железная часть Дата Спецификации Смотрится Даже Со стороны Вари Или Майкрософта Когда Смотришь Спецификацию ХБА Там Будет Написано Что На такой Модели ХБА Вторая Часть Это Ты смотришь Характеристики Контроллер Староджова Сколько Он Пропускает Запросы У него Число Число Будет Больше Число 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 Но Обычно Это где-то Заканчивается На 250 Эти шести Запросы Дальше Опять же В очередь Как со стороны Вари Это все Отслеживается В ESX Топе Покажет Отдельно Графа Для Кернила Забросов И какие Задержки Забросы Покажет Девайс Сколько От Гипервизора До Ответов От диска ОК Прошло Смотреть будем? Можем Посмотреть Сейчас Подключимся Давайте Было бы Интересно У нас еще много осталось На сегодня Нет До 9 Скоро управимся Не Я вообще писал Что до 16 До 16 До начала 17 Число 9 20 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 21 21 22 21 22 22 23 22 быстренько прожмение подсылать подключиться Молка. Какая-то, где-нибудь. Где-нибудь. У вас не постарел. Совсем как на 80-х. Развлекаешь девочек? Угу. Какой краб был, не слышал? Твой или её? Мой. Наш. Мой. Да, можно. Две-три минуты покажем. Если Саш, да. Надо её включать в любую. Да нет, на сфероскопиенция будет. Два. 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 Да ничего, Firefox взошёл в ондейт и закрылся. Не. Не. Я пытаюсь зайти. Не. Сейчас ещё и энда открыл дитрюки дать. Моя пол уже запущена, и она не переизнает. Я знаю, но я нормально видеть У нас уже нормально? Нет, я сразу нормально, я светлый Я знал, куда я еду Я четверг проверил Холодно было, я понял, чтобы я светлый Ага, то есть летом мы будем сидеть в шортах И шлепаться Если мы тут будем вообще сидеть У вас есть другие планы? Так вот лесок Тут-то у нас вариантов мало Вот к Саше уже пособрались У нас есть передвластной генерал Если они меня за руль не пускают А то после Борисполя они меня за руль не пускают Кстати, если человек возьмет тот жран Мы можем дружно посетовать и на природе Если генератор есть У меня генератор тоже есть У нас с Сашей Он хочет делать эти презентации Можем и без презентации И вообще без этого всего шашлыки пожарить Ну че На кончу можно поехать Здесь хорошие места, отличные Четыре жены нам ловят Мы к Саше заедем сначала Машинную парочку возьмем Они меня после Борисполя отпускают Они меня после Борисполя отпускают Когда Азис проводил Когда там стояли эти Панамеры И что там еще было Вышли? Ну я знаю Там, знаете, Ваши тоже кто-то был Там машин много И после этого мне сказали Типа, нет, вообще ты не будешь садиться За руль тестовых машин Вообще, тестовые машины так убивают Я посмотрю Там просто все культурненько Между этими фишечками Как-то слабенько так погоняли Мы немножко пару колец делали Нас сказали все Все записи нам аннулировали Сказали больше никогда У нас делали FMLD В общем Покатались немножко Наши струдники И Уководство прошло и сказало Нет, вот так нельзя Ты ж помнишь как этот? Subaru FMLD Ну, катались Чуть-чуть Я спросил У сотрудников Типа Ребят, можно ехать как угодно На машине, все окей будет По прася Как хочешь, трасса специализирована И все После того, как два раза колесами хернуло А парки Мне сказали А давайте вы не будете нарушать Скоростной режим 20 км в час у нас ограничены В смысле 20 Ну так же 120 ехали, нормально Ну, это ж тестовые машины Там ля-ля-ля, там так нельзя В смысле, я же спросил, мне сказали Можно как хочешь Это ж тест 2 Я хочу знать Я хочу знать, как она будет вести себя Когда Мастер Компания Решила Квадрики Эти Типа Дать покататься Ну, танковую дорогу Ну, давай Там, со стороны Несчастливого Прорезка Заезд через ракушку Там же самое болот Ну, в общем, после пяти проездов Песелялись все Такие загнули грязью С перегревом Выкатились Человеки такие Пришли А больше тазаева не будет А там именно реально На квадрике В полную грязь влетаешь Ну мы на Subaru Day катались, я сначала на своей катался, они там типа соревнования еще устраивали Там школа физико-движение приезжала, типа устраивали модные мероприятия, модные типы были Смотришь, как они, чуваки нас не пускали на дрифт на Subaru Day Я им приехал, типа, Subaru боком не идет Я говорю, берите на бейхе на машине, Subaru боком идет, на асфальте полноприводная Legacy идет Идет, должна разогнаться? Нет, она и так хорошо идет Они тогда, мы посидели рядом, побежали, пару колец поделали, они сказали После того пошли сразу бегаться на соревнованиях, мы пришли Мы вас слышали и видели, нет, мы вас не пустим, Subaru нельзя Я говорю, давайте бейху Нет, мы вам дадим свою машину Бейху жалко, да? Он не дадим свою машину Я говорю, блин, а в чем смысл соревнований, я же пришел как этот, обычный участник Нет, видно Видно что-то? Видно 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 Восемьдесят два и опса фиграции Секунду Двести пятьдесят шутбит, двести секунду Да, но это и опса Вот наши А там есть еще QR-дерс Он у нас Я вытяну, чтобы колонку увидеть Так А на конкурсе это считается про вот эти все? Это уже тромбл-шедем, который мы проводим? Это вообще нигде не считается Это оптимайзан скерл А что оптимайзан А тут у нас вот показывают вообще Команды в секунду, риды в райты Девайс кьюри лэнгс Ну вот это вот Девайс кьюри лэнгс Сколько активных Сколько девайс кьюри сконфигурен конкретно Именно на устройство Сколько активных команд Сколько в очереди запросов Из этого, соответственно Если мы видим, что у нас в девайс кьюри 32 стоит То, соответственно Активных, если будет больше 32 Больше 32 Падать будет в очередь запросов А это не так? А? Не Не NAA Это MPX Это мои локальные устройства Через хабашку подключено Вернее, вот это удаленное устройство Через хабашку подключено А NAA Это локальные диски Ну, то есть Нам бы у вас не спросить Сколько у нас в очереди сейчас стоит Чего и как? Если у нас в очереди Что-то попадает Вообще Это уже плохо Это сразу у нас Латенси возрастает В идеале Должно быть В актив Не больше, чем в девайс кьюри Или равно В самом худшем случае равно А кьюит Пусто Это значит Что латенси У меня сейчас В пределах нормы Но вот сколько диски выдают Столько латенси У меня Уйдет А если тут хоть что-то будет Соответственно Это у меня уже Моя физика на хостах не справляется Диски уже можно не троглшутить Это очередь По юбцам Почему это? Это очередь вообще Запросов в диск Команды Скажи А какого эпоха с временной? А ничего страшного Активных команды диска нет Кто кеш прыгает Кто не спрашивает Я же говорю У меня все В in-memory находится У меня диски почти не в записи Реально нету запросов к диску Просто нету Ну это же по идее На любом хосте Да можно посмотреть? Да Я просто на одном открылась А с Сашей все А что за команда-то? ИСХ100 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 просто распределись А это в саму МИСХ100 ты куда-то заходишь отдельно или как? А дальше там буковка Ю Привет Я вот это вот показываю Там H нажмешь и посмотришь Есть диск А будет если это Как скажем Ее в об этом можно В общем В общем Потому что вы сейчас рассказывали Да Да Ну это вообще и в документации Я понимаю Ну что ты сейчас считаешь Как-то так Есть практик Или выжим Мне кажется Боюсь Наверное Скорее Нет Чем за То есть Вот это можно Вырезать с каждой документацией Ну так и есть То есть По ИСХ100 это Есть целая документация ИСХ100 как им пользоваться Но это Там Страница 20 манов Но такой выжимки, по пятой серии у Михеева книжка еще есть, у нас есть книжки по Bissart Dive, но книжки там где-то с чем-то стране есть, именно в короткое изложение, под конкретную тему. А так, чтобы все глобально, скорее нет. По перформансу, все посмотрим, что он там покажет. Как раз влазилось, текст нам неинтересен. Иопсы, вон 100 с чем-то иопсы. 800, да? Да не 800. А, или 82 на эту строчку. 180, да. 100 точек. Это то, что виртуалки у меня в сумме в кластере сейчас. На бэкэнд можно посмотреть, но на бэкэнде иопсов будет больше, потому что бэкэнд, соответственно, у меня минимум зеркалиров. Дима, что это такое вообще? Это висановский кластер. А, висан. Я понял. Это висановский кластер открыт, вот. Home-кластер, мониторинг, перформанс висана. Тут вон 420 иопсов. Это только висан показывает, обычно если внешний сторидж такой. А внешний сторидж надо либо планировать, либо на нём саму ходить. 4 миллисекунды latency, потому что у меня в девайсе не упирается. У меня 4 миллисекунды для моих дисков это нормально. У меня SAS контроллеры больше их не выдадут. И 420 иопса вот это на бэкэнд идёт. При том, что инфраструктура вот развернута вся, все виртуалки включены. Там и SQL, там и Oracle, там и NSX с контейнерами запущен. Это продуктив. Это не текстовый сайт, это продуктив. А что Home заёмся? Домашний кластер. Home-кластер. Нет, у меня есть второй кластер робочный. Это домашняя инфраструктура. Типа родной сайт. А есть удалённый сайт. Они у меня так называются. Ну, кто как их отзывает. Там они надублируются или... Туда растянуто. Растянуто. То есть там одни машинки, там другие. Ну, там сейчас другие машинки находятся, да. Сети, всё растянуто. Реплики, реплики, ты складываешь? Реплики, вот, реплики бы домой выкачиваться. Просто домой на обмак. По сети просто.